Капитальный ремонт дорог, многоквартирных домов, обустройство общественных и дворовых территорий в городском округе Серпухов сегодня обсудили на очередном совещании с представителями подрядных организаций, которое прошло по поручению главы муниципалитета Юлии Купецкой. Благоустройство в Серпухове одновременно ведется на десятках объектах. На улице Ворошилова 135, например, подрядчики завершили асфальтировку. На Фрунзе 9, дробь 2 ведутся работы по подготовке парковочных карманов. На улице Екатерины Дашковой, рядом с домом номер 40, исполнители уже заасфальтировали тротуары и межквартальные проезды, а также установили детские игровые площадки и уложили резиновое покрытие. На данный момент там устанавливают ограждение возле старого здания, чтобы туда не смогли попасть дети. Точно в срок подрядчики обустроили пешеходный мост в поселке Пролетарский. Жители частного сектора водили детей в школу, в детский сад, а также ходили в магазины к автобусной остановке по небезопасному 75-метровому переходу. После обращения к главе городского округа проблему удалось решить. Поселок Пролетарский, мост, который там очень долго жители добивались, просили. Спасибо большое, все жители довольны. Ходят по этому пешеходному мостику и в принципе у них их мечта сбылась. Параллельно в Серпухове подрядные организации занимаются обустройством пешеходных зон. От Пренарского парка до Арестова закончили работы по устройству песчаной подушки и проложили трубы. Сейчас там устанавливают бортовой камень с устройством опалубки. Ведется асфальтирование. В ближайшее время подрядчики начнут устанавливать уличные опоры освещения. От улицы Космонавтов до Захаркина укладывают тротуарную плитку и асфальтируют межквартальные проезды. Продолжается и капитальный ремонт дорог. Например, на улице Третий оборонный переулок и на Новослободск идет подготовка под асфальтирование. На улице Дружба и Малолесной исполнители уже приступили к асфальтированию дорожного полотна. На улице Бульвар 65 лет Победы в настоящий момент ведутся работы по отсыпке песка и щебня на парковке. Там появится дополнительно 150 машин и мест. Подрядчикам, которые работают на этом объекте, было дано поручение усилить темпы. Для жителей это очень ожидаемо, потому что дома новые, домов много, машины ставить негде. Есть сложная там транспортная обстановка и такой у нас динамично развивающийся микрорайон и школа рядом. Поэтому нам надо максимально короткий срок там закончить и сделать жителям у города подарок. Продолжается реконструкция при вокзальной площади. Кроме того, в этом году по программе капремонта будет отремонтировано более 250 многоквартирных домов. Подрядчики на объектах уже сейчас выполняют более полутора тысяч видов различных работ.